Это программа День с толком в студии Ирина Харчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Кто-то копит, кто-то занимает, чтобы не замерзнуть. Как вернуть часть денег, потраченных на покупку угля. В Барнауле сменился подрядчик на проектирование аэровокзала в аэропорту. Из колонии строгого режима в предприниматели. Какой бизнес могут открыть барнаульские заключенные? Авиапредприятие Алтай сменило подрядчика на проектирование аэровокзала в барнаульском аэропорту. Такую информацию разместили на сайте госзакупок. Новый договор подписан 15 августа. Задача перед новым предприятием стоит та же – спроектировать современный аэровокзал на 8,5 тысяч квадратных метров. Эту работу должны закончить к следующему июню. Ее стоимость больше 70 миллионов рублей. Добавим, что прежним подрядчиком был коллективный участник, объединивший две московские и питерскую организации. Почему решено было отказаться от их услуг, не уточняется. Портал Толк направил запрос в Алтай-крае имущества с просьбой пояснить причины смены подрядчика и названия новой компании. Уже полтора миллиона рублей смогли вернуть жители Алтайского края от покупки угля на зиму. Пока за компенсацией обратилось почти 3700 семей из разных районов. Как вернуть часть денег, потраченных на топливо, расскажем в сюжете. Кто-то копит, кто-то занимает. Для жителей Родинского района покупка угля на зиму – дело затратное, ведь топить приходится с сентября до мая. Где-то 40 тысяч надо. Примерно так. Уголь сейчас дорогой и трава тоже подорожали. В том году было 2 800, а сейчас 4. Вот и посчитайте, сколько надо. В этом году жители региона могут компенсировать свои затраты. С 1 июня предельные максимальные цены на уголь были увеличены на 21,4%. Губернатор края Виктор Томенко постановил выплатить жителям региона компенсацию за приобретенное топливо. Это касается жителей домов с печным отоплением, которые купили уголь с 1 июня. Выплата производится органами местного самоуправления вне зависимости от уровня доходов. Сама финансовая поддержка идет из краевого бюджета. На это выделен 1 миллиард рублей. Компенсация за уголь будет начислена с 1 по 10 сентября и перечислено будет на ваш счет, который вы нам предоставили. Люди приобретают, которые сейчас приобрели, также в августе, в сентябре, в октябре всем будет выплачена компенсация, вне зависимости, когда люди обратились. Либо даже обратились, купили уголь в июне, могут обратиться в октябре, в ноябре. И в следующем году, то есть, там также можно будет обратиться. В Родинском районе от жителей поступило уже порядка 600 обращений, а в целом по краю за компенсацию обратилось уже почти 3700 семей. Всего начислено более полутора миллионов рублей. Размер средней выплаты от полутора до двух тысяч рублей. Зависит от площади жилого помещения и количества прописанных. То есть, чем больше прописанных, тем больше компенсации. Конечно. Тем вы более к 100 процентам возьмете свою компенсацию. В Минстрое напоминает, компенсация носит исключительно заявительный характер. С собой необходимо взять паспорт и документы на дом, номер счета для возврата денег и квитанцию за покупку угля. Ирина Корчагина, День с толком. Плата за питание в детском саду не должна зависеть от суммы родительской оплаты. Об этом на оперативном совещании заявил глава региона Виктор Томенко. Губернатор подтвердил, что работа детских садов финансируется из нескольких источников. Средства краевого бюджета идут на организацию образовательного процесса, местного – на содержание зданий, уход за детьми, в том числе и на их питание. А родительская плата лишь частично компенсирует эти затраты. Но ни в коем случае не покрывает полностью. По мнению губернатора, недостающие деньги на питание обязан выделить муниципалитет. Если чиновники этого не понимают, то это говорит об их профнепригодности, считает Виктор Томенко. К другой теме. Новый пол, сцена и современные кабинеты. В Ганьбе обновляется сельский старейший клуб. На ремонт местной достопримечательности выделено больше 7 миллионов рублей. Как удалось добиться такого бюджета и что жители увидят в обновленном здании, расскажем далее. Клуб в пригороде Барнаула в селе Ганьба был открыт в 1936 году и все это время он оставался центром общественной жизни. Здание требовало ремонта, поэтому год назад люди обратились за помощью городским депутатам. И несколько лет назад по инициативе фракции «Единой России» и неравнодушной общественности в клубе обновили кровлю и облицевали фасад. Сейчас идут более масштабные ремонтные работы. В клубе уже переложили полы, смонтировали новую систему водоотведения и проводку. Построили сцену и отремонтировали кабинеты. Не забыли и про благоустройство прилегающей территории. Здесь мы серьезно поработали и фракция «Единой России» в Барновской городской думе пошла навстречу. Мы увеличили вдвое бюджет, причем даже от того возможного, которое нам казалось уже и так хорошо. Я лично зашел в новое здание, поменялся зал, он стал какой-то выше, стал светлее. Но что приятно, это появляется и новое современное оборудование в этом клубе. Посмотрели на мебель, сейчас мебель никудышная. Я думаю, что мы еще обязательно закупим мебели. По-моему, очень замечательное сочетание клуб. Этот памятник, детская площадка, спортивная площадка. Сразу за зданием клуба вскоре планируют построить амбулаторию на федеральные средства. А пока идет обновление важного социального объекта, жители Ганьбы уже планируют мероприятие в клубе и на его благоустроенной площадке. Дмитрий Дроздов, День с толком. Из заключенных в бизнесмены. В барнаульской колонии строгого режима прошел тренинг по предпринимательству. Бизнес-коучи делились с арестантами идеями открытия своего дела и секретами успешного ведения бизнеса. Таких встреч для осужденных прежде не проводили ни в крае, ни в стране. Насколько она оправдана, в какой атмосфере проходила и каких результатов от нее ждут организаторы, знает Мария Мацаева. Бизнес-тренинг в актовом зале исправительной колонии строгого режима. Коучи из фонда развития предпринимательства. Слушатели, гладковыбритые и весьма колоритные арестанты. Не каждый день такое увидишь. А между тем, организаторы уверены, что у такой категории лиц, что называется, в крови предпринимательская жилка. И люди с судимостью могут построить свой бизнес с нуля. Заключенный Вячеслав к такой встрече подошел со всей серьезностью. И хотя он отбывает наказание за кражу телефона, считает, что еще способен достичь успеха на бизнес-поприще. Он мечтает обучать других игре на музыкальных инструментах и выступать на широкую публику. Пока же концерты в прямом и переносном смысле камерные. Свою музыкальную школу. Студия, звукозаписи, вокал, что преподавался, игры на разных музыкальных инструментах. Ну а может быть уже в голове был какой-то бизнес-план? Может быть знаете, сколько вам нужно финансов выделить для того, чтобы эту идею реализовать? Да финансов сильно много, это по сути и не надо. Я вот не знаю, многие говорят, там миллионы там нужны. Да нет, миллионов нет. Единственное, что будет сложно, это вот аппаратуру закупить. Да, она дорогостоящая. Потому что там станция звукозаписывающая, колонки, профессиональные микрофоны. Как выяснилось, на бизнес-идеи заключенные богаты, бедны финансами. Но организаторы проекта заверяют, на самые удачные стартапы государство выделяет гранты от 100 до 500 тысяч рублей. Да и с рекламой обещают помочь. У нас широкий спектр услуг. Это и разработка видео-аудиороликов рекламного характера с прокатом. Это разработка одностраничных, многостраничных сайтов. Печатание рекламно-информационных материалов. Разработка фирменного стиля. Наша стратегия работы в том, чтобы не кормить голодного, а дать ему удочку, чтобы он ловил себе рыбу. Вот мы их направляем просто, куда обратиться, куда сходить. Сейчас выйдешь, особо никуда не берут. Деньги, если и берут неофициально где-то, бывает, что кидают, деньги не дают. Многие поэтому повторно и возвращаются. А когда человек заряжен, вот у меня личная история, я тоже как-то проходил эти места лишения свободы. Организаторы признают, людей судимостью в крайне мало, и трудоустроиться им после выхода из колоний и тюрем, конечно, нелегко. А между тем, лучшей социализацией для отступившихся и желающих вернуться к нормальной жизни может стать поддержка грамотных наставников и любимое дело. Только так человек может чувствовать себя реализованным и нужным себе и обществу. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком. Новости смотрят. В этом уверены представители федеральных телеканалов, с которыми мы пообщались на этой неделе. Четверо корреспондентов толка побывали в Москве на обучающих семинарах для региональных журналистов. С какими проблемами сталкиваются наши коллеги, и мы в частности, и есть ли пренебрежение в Москве к работе СМИ в регионах. Об этом расскажем далее. Останкинская телебашня – знаковое место для многих туристов и, конечно, любого телевизионщика. Здесь передачи не снимают. Башня только передает сигнал. А делают телевидение в центре Останкина. Здесь с нами делились советами и секретами производства ТВ. Больше сотни журналистов со всей страны. Сюда приехали региональные корреспонденты, редакторы-ведущие, а наши федеральные коллеги – спикеры. В альмаматор российского ТВ рассказывают, как сделать новости регионов лучше. Но корректно ли говорить о том, кто лучше или хуже? В федеральном эфире ты что-то говоришь или в региональном – это все равно ответственность. Они делятся по масштабу тем, но они не делятся по подходу к профессиональному и отношению к профессии. Перестали копировать федералку и начали создавать что-то свое. По словам спикеров, федеральные ТВ могут поучиться у некоторых региональных СМИ. И важно понимать – большинство тех, кто делает российские новости – сами с регионов. Выйдя на большую площадку, они высоко ценят работу младших коллег. У региональщиков спецрепа подсматриваю. Наверное, это профессиональная болезнь такая должна быть. Это на самом деле психиатрический диагноз, но в нашем случае это плюс. Удивляться каждый раз тем вещам, которые вы уже видели. Один из спикеров – Александр Смол. Ведущий передачи на первом видели видео, а в прошлом – сотрудник Красноярского ТВ. Звездой себя не считает. Сейчас, когда брали интервью, нет. Я же с коллегами сижу, никто не раздевался, еще там лифчиками бросали. Он уверен – новости не вымрут и выиграют у блогеров. Журналисты доносят информацию быстрее и проще. А в регионах больше свободы, чем на федеральном ТВ. В Бурятии же советуют не забывать о простых жителях и быть острее. Мы не должны опускать острых тем ни в коем случае, но мы должны раскрывать их качественно, без хайпа, который, к сожалению, присущ часто интернет-изданиям. Мы должны показывать все стороны этого конфликта. А у конфликта, как известно, как минимум две стороны, а, как правило, даже больше. За кадром участники делились опытом и проблемами. Но это уже внутренняя кухня, которая, впрочем, нужна, чтобы не отставать в развитии. Анастасия Дороган, Рина Корчагина. День с толком. Две школьницы из Барнаула победили на престижном всероссийском конкурсе «Большая перемена». Его финал проходил в Международном детском центре «Артек». Там же наградили победителей интеллектуального состязания. 150 человек отобрали из 4 миллионов участников. В число лучших вошли и две наши юные землячки. Они ученицы одной школы. Подробности в сюжете Ольги Ивановой. Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводят третий год подряд. Он зародился в годы пандемии, но быстро завоевал популярность. Сегодня это самый масштабный детский конкурс, цель которого – раскрыть таланты и неординарные способности школьников и студентов. Если бы вы были рядом, я бы, собственно, вас обнял и расцеловал. Спасибо вашим родителям, преподавателям. И вам всего самого-самого доброго. Принять участие в конкурсе решили несколько ребят из Алтайского края. В том числе две барнаульские семиклассницы – Арина и Софья. Последняя уже пыталась покорить большую перемену. В прошлом году мне до финала не хватило буквально 12 баллов. Я решила не останавливаться и дойти до конца. И поэтому в этом году я начала более раньше проходить игру, старалась, выполняла все задания и у меня, в принципе, получилось. Состязания проходили по 12 разным номинациям – от науки до искусства. Софья любит путешествовать и остановилась на вызове о географии в России. Она придумала квест о загадках и тайнах Алтайского края, а также подготовила видеоэкскурсию по родному региону. Выбор Арины же пал на вызов помни. Она сняла видео о доме горного инженера Петра Фролова и разработала герб своей собственной семьи. Начальные задания школьницы выполнили, а дальше их уже ждали финальные испытания на базе Международного детского центра «Артек». Мы представили проект развития планеты юность в течение пяти лет. В ходе проекта мы рассказывали о том, какие здания построили на шести основных полях планеты юность, о конституции, гербе и ценностях этой планеты. От Алтайского края в финал прошли пять человек, в том числе Софья Потапова и Арина Трушникова. Последним удалось войти и в число победителей конкурса. Из почти четырех миллионов участников в лидеры выбилось лишь 150 человек. По словам девчонок, большую роль в их победе сыграли наставники. Его по условиям конкурса закрепляют за каждым участником. У Арины кураторами стали ее же родители, а у Софьи – учитель географии из ее родной школы. Сидим, лежим ночью и переписываемся. А вот это, вот это может быть сделать. Ну, то есть, такая вот работа. Поэтому нехватка времени, наверное, основная проблема. Ну и, конечно, попасть в точку. А то, что Соня, ну, здесь у меня никаких, я говорю, таких проблем не было, потому что ребенок целеустремленный, это самое главное, и туда любивый. Наградой за победу станут две поездки. Школьница отправится в путешествие мечты. Его путь пролегает через всю страну – от Санкт-Петербурга до Владивостока. И в тур по малой родине. Его маршрут еще неизвестен. В общей сложности девчонки из Барно посетят 12 городов России и побывают на озере Байкал. Ольга Иванова, Александр Антропов. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.